МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире программа «Семь дней истории». Сегодня мы рассказываем вам об истории нашего государства российского. Я Александр Каменский, и тема сегодняшнего выпуска «Семилетняя война за чужие интересы». МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА 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 Принято считать, что разгромив шведов под Полтавой в 1709 году, Россия, Россия стала мировой державой, то есть активным участником международных отношений в Европе. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Действительность это не совсем так. Так, лишь в 1726 году, в 1726 году, подписав союзный договор с Австрией, Россия была по-настоящему интегрирована в систему международных отношений. А еще через 14 лет, в 1740 году, в Европе случилось два важных события. На прусский престол вступил молодой и амбициозный король Фридрих. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА А священной империи германской нации после смерти императора Карла VI к власти пришла его дочь Мария Терезия. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Фридрих не признал права Марии Терезии на императорскую корону и развязал войну. В России в это время правил малолетний император Иван Антонович, и ей было не до выполнения союзнических обязательств. Эту войну, ее назвали войной за австрийское наследство, Россия пропустила. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Между тем, война закончилась практически в ничью. Мария Терезия сохранила императорскую корону, правда, при этом потеряв Силезию. Подобное положение никак не устраивало Фридриха, и он готовился к новой войне. Она разразилась в середине 1750-х годов. К этому времени в Европе сложилось два крупных блока. С одной стороны, Пруссия и Англия, а с другой стороны, Австрия и Франция. Оба блока пытались привлечь на свою сторону Россию. Императрица Елизавета Петровна, между тем, считала, что Россия обязана выполнить свои союзнические обязательства. К тому же, излишняя активность Пруссии вблизи русских границ ее сильно пугала. И хотя к союзу Австрии, Франции и России присоединилось еще несколько государств, это не напугало Фридриха. В августе 1756 года его войска вторглись в Саксонию. Так началась общеевропейская семилетняя война. Для России семилетняя война была первой общеевропейской войной, в которой она участвовала на чужой территории и фактически за чужие интересы. Поначалу успех сопутствовал Фридриху. Он довольно быстро расправился с Саксонией, но его противники не испугались. И вскоре он потерпел серьезное поражение под Прагой. Фридрих был человек эмоциональный и чрезвычайно впечатлительный. Он впал в депрессию и даже подумывал о смерти. К лету 1757 года положение Пруссии стало и вовсе угрожающим. Русские армии нанесли Фридриху сокрушающее поражение при Гросс-Егерсдорфе. Спасло Фридриха лишь то, что русский главнокомандующий Апраксин, получив из Петербурга известие о болезни императрицы Елизаветы Петровны, не продолжил наступление. Он опасался, что к власти придет ее наследник Петр, который симпатизировал Фридриху. Апраксин остановился. Это спасло Фридриха. Вскоре Апраксин был смещен и отдан под суд. Русские войска продолжили наступление и оккупировали Восточную Пруссию. Жители Восточной Пруссии принесли присягу на верность русской императрице, а среди них был знаменитый философ Эммануил Кант. Фридрих больше никогда не посещал Восточную Пруссию и не приезжал в Кенигсберг. Военные действия возобновились летом 1758 года. В сражении при Цорндорфе русская и прусская армия фактически не одержали победы друг над другом. Русская армия отступила в полном порядке на прежние позиции. Но силы Фридриха таяли, в то время как силы союзников лишь увеличивались. По сути дела, к 1759 году Пруссия оказалась на грани краха. Русские и австрийские войска даже на время оккупировали Берлин. Казалось, что спасти Фридриха могло лишь чудо. И оно произошло. В конце 1761 года по принятому в России календарю, а по европейскому календарю в начале уже января 1762 года, в Петербурге умерла императрица Елизавета Петровна. На трон взошел Петр III, и он тут же подписал с Пруссией сначала перемирие, затем мир, а после и вовсе союзнический договор. Когда спустя полгода в Петербурге произошел государственный переворот, в Берлине страшно напугались. Но пришедшая к власти Екатерина II не собиралась продолжать войну. Она хорошо знала Фридриха Великого, называла его дядей-фрицем. В детстве она сиживала у него на коленях. Екатерина разорвала союзнический договор, но подтвердила мир. Войны она не продолжила. Так, по сути дела, и закончилась эта долгая война, в течение которой русские солдаты не раз показывали примеры доблести и храбрости. Но это была чужая война, и она почти не оставила следа в исторической памяти россиян. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова